Мой секрет красоты в том, что мы ценим сегодняшний день, этот момент, эту секунду и замечаем прекрасно. Любая женщина, сколько бы ей ни было лет, она, я думаю, должна чувствовать себя девочкой, которую любят, ценят и вовсе не имеет значения, сколько лет. Это паспорт абсолютно ни при чем, это состояние гармонии, внутренней гармонии в душе, которая наполняет человека, и то, как она думает, как она живет. И если вот это наполнение ее окружает, она будет долго-долго счастлива, и это состояние быть в любви, этому нельзя научить, это надо пройти, прочувствовать. И вот когда вот любая девочка, девушка, женщина это прочувствует, она не сможет быть другой. Можем ли мы сказать, что ощущение своей красоты и здоровья – это свобода? Безусловно, это внутренняя свобода, да, это очень важно. Поэтому, насколько я гармонична в гармонии с собой, со своими мыслями, с своей душой, с своим окружением, настолько я чувствую себя свободно. Поэтому, наверное, мне легко общаться, мне комфортно даже в компании, которую, может быть, я не так знаю, но я чувствую, мне не надо быть искусственной. Есть волшебные доктора в моей жизни. Было когда-то однажды случайное знакомство, но так по жизни мы рядом прошли и идем, и я благодарна, что они есть в этой жизни. Это доктора нового тела, новое тело. Я думаю, что эта клиника известна не только в нашей стране, эта клиника известна в мире. И то, что они творят чудеса, это я просто лишний раз убедилась в том, что сколько они обожают ту работу, которую они делают. И кто бы к ним ни пришел по поводам маленьким, серьезным, грустным, вдохновляющим, они всегда найдут доброе слово, именно то решение проблемы, и все выходят от них счастливыми. Я могу назвать все имена докторов, работающих там, это просто волшебники с большой буквы. Ну, выбрать себе доктора очень сложно, это сложный выбор. Довериться врачу, довериться хирургу еще сложнее. А расскажите, как все-таки возникло вот это доверие к врачам, как вам кажется? Когда оно произошло? Доверие к врачам? Ну, вы знаете, во-первых, так получилось, что я была косвенно знакома с одной из клиник, куда приходили там женщины с проблемами. И я видела докторов в работе по отношению не к себе, к другим. И ты когда видишь, как они общаются, как они делают свою работу, и как они потом относятся к тому человеку, который уже ушел из их клиники, там, занялся своей, там, жизнью и забыл про них, вероятно, да. Но они все время помнят, каждую минуту или заботятся о судьбе, или перезванивают, или узнают. Это не то, что состояние доверия, это выше. Это, знаете, наверное, как вот родные и близкие люди, которые беспокоятся о тебе, о твоем здоровье, о твоем внутреннем мире, о твоей стабильности, о твоем достатке, так и они заботятся о твоем настроении. Для любой женщины важно, чтобы она была хороша. Конечно. Да, и поэтому кто бы у меня не спросил, там, к кому обратиться, если что-то возникло, я знаю четкие адреса, фамилии, имена, явки, где находятся, и я безумно благодарна им, и я знаю много, десятки, сотни людей, которые им благодарны за это. Действительно, очень много рекомендаций и слов благодарности, и слов «спасибо, доктор», говорят пациенты клиники «Новатила». Расскажите, вот такой момент, самый первый шажочек, вот первая консультация с врачом, да, многие женщины боятся даже преодолеть, да, вот этот шаг сделать. Насколько это интересное действие вообще? Насколько это интересный опыт? Одна из-за меня была такая история, это было очень-очень давно, я не хочу говорить о годах, доктор Олег Васильевич, мне говорит такую фразу «Тебе пока делать ничего не надо, у тебя нет никаких показаний». Мне сначала было так обидно, я думаю, а что ж такое, у меня нет никаких показаний. У большинства есть показания, нет показаний. Он говорит, ты придёшь ко мне лет через 10, вы придёте ко мне лет через 10, мы эту тему обсудим. Может быть, мы что-то будем делать, мы посмотрим. Но составить свой план будет получаться очень важно, да? Сегодня очень редко, когда доктора говорят так, отговаривают. Тут даже просто очень важно понимать тот момент, когда это надо делать женщине, актуально ли в действительности это в этот момент, или можно всё объяснить, растолковать. И я тогда пришла через 10 лет, вот, пришла к тому доктору, о которых я сейчас говорю. Это Олег Васильевич, это Виктор Николаевич, это Анечка Хорина, это Марина Старцева, и Александр, это все нет там, все волшебные. Ну, конечно, очень важно иметь вот такую команду врачей, которым ты можешь доверять, действительно рассказать и знать, что они расскажут искренне, как есть на самом деле, что для тебя ценно именно сегодня. Это очень важное отношение, можно говорить на любую тему, то, что связано с твоей личной жизнью, там или там косвенно, или поделиться, или спросить совет. И я знаю, что всегда дадут мудрый совет. Поэтому, если даже где-то прохожу там случайно, в этом районе или проезжаю, я позволяю себе эти слабости, да, зайти на чашку кофе, если у них есть секундочка. Потому что я знаю, они на работе и будние дни, и выходные дни. И это безумно приятно, что в жизни есть такие люди, которые комфортные, они кайфовые, они классные. Комфортные даже взять чашечкой кофе. Да, да. Насколько они изумительны. Они постоянно работают над собой. Я порой удивляюсь, как можно в себе столько совмещать таланта, как доктора, человека с большой буквы, и хранителя очага, и своей семьи, великолепные семьи. Это, наверное, дар от Бога. Татьяна, спасибо вам огромное за такие тёплые слова. И за то, что вы действительно говорите спасибо, доктор. Конечно, конечно. Им нельзя не говорить спасибо, да. Спасибо вам. Я всем говорю, всем рекомендую. Поэтому, если что-то, пусть у вас не будет проблем, но если есть какое-то желание просто посоветоваться, вас там примут всегда. Спасибо.